Вы знаете, кто такой Иоанн Кронштадтский? Нет, не знаю. Не знаю, к сожалению. Нет, не знаю. Все знаю, мне плохо с историей и с математикой. Может быть, какой-нибудь или... Я смотрю, я вообще не знаю. Да, я нет. Может быть, какой-нибудь ученый? Вообще не знаю, даже из какой области не могу сказать. Святой православный. Ну, неправильно отвечаю. Иоанн Кронштадтский, конечно. Вон у нас Иоанна Кронштадтского. Это Святой наш. Вот, да, Иоанн Кронштадтский. Вот. Но я просто в детстве воспитывал дыр христианство. Ну, я знаю святых. Иоанн Кронштадтский кто такой, вы знаете? Предположения. А предположения? Кто это такой, может быть, по-вашему? Не знаю. А сколько вам лет? 16. Хороший возраст. Спасибо. До свидания. До свидания. А когда показывают? Прославляю безмерное милосердие и долготерпение Божие ко мне и ко всем человекам. В продолжении семидесяти лет я согрешал каждый день и каялся. И Господь миловал меня, ожидая моего исправления каждый день. Я каялся, плакал побеждаемо и все-таки получал прощение. Сколько Господь давал мне слез умилений! Какие потоки милости изливал на меня! Что я воздам Господу за все эти милости? О Боже! Милостив будем и грешному! Еще и еще! Потерпи меня! И очисти от всяких скверли плочи духа! Аминь! Появление святого в этом мире – это всегда чудо! Как, каким образом из обыденных житейских фактов родился, учился, служил, слагается уже не биография, но житие. Портрет становится иконой, лицо – ликом, обращенным в вечность. В конце XIX века вся Россия была поражена явлением необыкновенного, чудесного священника – протеерея Иоанна Ильича Сергиева, настоятеля Андреевского собора в городе Кронштадте. Внешне отец Иоанн был как все. Он был женат, жил в обычном доме, в небольшом городе, преподавал в школе, был постоянно окружен людьми. Он абсолютно не походил на изможденного отшельника Аскета. «И вместе с тем в глазах народа он уже при жизни был святым, совершал чудеса, исцелял больных, пророчествовал». «Диву дается русский народ, бегают толпами за ним, целуют края одежды, целуют землю, на которую он ступил», – писал Василий Розанов в 1905 году. «Говорят, небо сошло на землю, явился чудный, невиданный человек, ангел во плоти». Иоанн Ильич Сергиев родился в 1829 году на севере России, в селе Сура, Архангельской губернии, в семье Дичка. Он начал свое восхождение к вершинам духовной жизни из беднейших слоев русского народа, из деревенской глубинки. Давно ушли в мир иной последние из жителей Суры, кто лично видел и помнил отца Иоанна. Но, кажется, в самом северном воздухе осталось нечто, напоминающее о деревенском мальчишке, ушедшем в город творить добро. Невидимый след присутствия в вечности, в бренном земном мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Иоанн Кронштадтский практически не оставил воспоминаний о своих детских годах в Суре, всего лишь несколько скупых строк в своей автобиографии. Он не любил вспоминать свое деревенское прошлое. На себе познавший горький вкус бедности, отец Иоанн всю свою жизнь хранил сострадание к русской деревне, русскому крестьянину. Мы отправились в Суру, на родину отца Иоанна Кронштадтского, глубокой осенью, перед самым покровом. Добраться до Суру в это время года можно только на пароме, который каждый день ходит через реку Пинегу. Капитаном на катере, что толкает паром, работает Александр Качев, один из родок Качевых, отдаленный родственник Иоанна Кронштадтского. Вообще родственники святого в здешних местах не редкость. У самого Иоанна Ильича детей не было, зато у двух его родных сестер, Анны и Дарьи, потомство было многочислено и до сих пор живет на берегах рек Пинеги и Суры. Ну я в Крышанске видел, что он такой все с бородой, да лысый так. А я не похож? Что-то передалось, наверное. Вот в Питере есть там же монастырь Крышанск, брат все туда ходит. Мы никак не разбираемся за этим регализованных всех обычаях. Это сейчас стали все, раньше этих как. Раньше все были коммунисты, а сейчас все, начиная. У нас раньше бабки крестили всех здесь, тихаря. Хотя нельзя было крестить, а всех как. А здесь бабушка в деревне есть одна, она и крестит. Я там в тазиках. А сейчас всех по новой крестят. А вас-то крестили, бабка крестила? Бабка, да, крестила. Раночка, она такая была. А после я и так в церкви практически на рейде крестился. Уже поздно. Сережка, она сережка. Не вернешься домой и откроется дверь. И заплачет отец. Не вернешься домой и расскажут тебе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Из дневника отца Иоанна Кронштадтского. Сердце – это средоточие нашей жизни. Говорит нам, что мы не имеем истинной жизни в этом мире. Сердце наше, жаждущее покоя и блаженства, ни в чем на земле не находит его. Где же наше истинное благо? Где наша истинная жизнь? Не сумеете, кого не есть. Не ной, не ной, сердеченько. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В современной Иссурия живет одна из ближайших родственников великого русского святого, его внучатая племянница Любовь Алексеевна Малкина. Мать Любови Алексеевны, Павла Григорьевна, была выдана замуж за рано обдавившего племянника Иоанна Кронштадтского, Алексея Малкина. На всю свою жизнь Любу Малкина запомнила рассказы своей матери о приездах отца Иоанна в Суру. Мама-то была маленькая, и Кронштадтский-то ездил в Росту, а в Росту-то там у нас тоже была церковь, 18 километров из Суру-то, и там жили монашки. И вот поедет к Кронштадтский-то в Росту-то на телюшке, это из Ростуки-то повезет, и по племоку-то едут, а народ знает, что он поедет. Выходят все на улице, это летом, он только летом приезжал в Суру, на пароходе, Николай Чудосворца свой пароход не мог. Он поедет в Росту-то, народ весь выйдет на улицу, ему молятся, благословения просят, а он им денежки кидал, мелочь такую. Мама-то тоже подняла 20 копеек и купила себе на сарафан, вся обрадовалась. Из дневника отца Иоанна Кронштадтского Сравниваю мысленно города и деревни и дивлюсь контрасту между ними. В городах роскошь безумная, миллионы потрачены на ненужные великолепия, А в деревнях убожество крайнее. Горожане утопают в богатстве, деревня утопает в бедности. Деревенские жители – это мученики, вечно скорбные люди. В своей родной суре отец Иоанн построил несколько храмов, открыл женский монастырь, школу, церковный магазин, хлебопекарню. Некогда захудалой деревне, благодаря знаменитому священнику, открылось даже почтовое отделение. Каждый приезд пастыря на свою родину становился для его односельчан огромным событием. «Опять он приехал в другой год, где теперь молебность, а там Маковеевский дом отзывали. Поп Маковеев жил, фамилия Маковеев. В этот дом он приехал, батюшка зато стал ночевать, из балкона народу тоже стал говорить свои молитвы, свои благословления. И говорит, я хоть строю, говорит, этот собор русский, но службы в нем долго не будет». «Народ что думает? Наверное, это сгорит ли чего-то?» А он говорит, нет, не сгорит, а он будет закрыт, потому что время идет смутное. И вот его закроют. В детстве ползали на крышу, гоняли учителя нас, конечно, по трубам по этим, по водосточным. Внутри были иконостасы все целые, печки большие, кафельные, все росписи, все это было. Еще видно, а потом уже в 70-х годах клуб сделали, все замазали и второй этаж сделали. Вся молодость как раз застал в этом клубе в 70-е годы. С армии пришел и тут. Вера играл тоже тут, плясал. Ну, все покажи. Не почитали. Бабушка у меня верующая, конечно, была. Та все молилась и за стол мне садилась. Мы-то нет. И про Иоанна Кроншадского мы узнали только когда уже в 90-х годах. А до этого так. Иоанн Кроншадский, да, здесь где-то жил. Ну, знал лишь, и вон все, все он настроил тут. Все школы, все это, все здания Иоанна Кроншадского. Иоанн Кроншадского. Я буду жить, когда сура пересохнет и не на небо бежит. Советское время оставило в ссоре тяжелый и глубокий след. Само имя отца Иоанна Кроншадского оказалось в селе под запретом. Часовню, устроенную над могилой ближайших родственников святого, его отца и родной сестры Дарьи, разобрали на кирпичи. Женский монастырь, открытый отцом Иоанном, ликвидировали в 20-е годы. В 1941-м зимой оставшихся в живых инокини собрали по особому распоряжению НКВД, погрузили на баржу и затопили судно посреди ледяной реки. Сегодня бывшие монастырские корпуса занимает Сурская средняя школа. У них жалко. Они бедные больше, чем мы, в том плане, что у них компьютеры теперь у всех, у них детства нет. Они с компьютерами, с какими-то там игрушками. Девочки, я помню, до восьмого класса, наверное, в куклы играла. Уже хотелось на танцы, а дома у меня были куклы. А наши, вот мы и в седьмом классе, не одна, я думаю, уже в куклы не играют. Субтитры создавал DimaTorzok Наташа Кривицкая, учительница русского языка и литературы. Сразу после окончания университета в Архангельске она, в отличие от большинства своих сверстников, вернулась в родные места. Наташа – жена внука Любови Алексеевны Малкиной, Алексея, который служит священником в местном районном центре Карпогорах. Среди сурских родственников Иоанна Кронштадтского отец Алексей пока первый и единственный священнослужитель. Думаю, если человек из Суры уедет куда-то далеко и его спросят, откуда ты, то он, наверное, скажет, да, я с родиной Иоанна Кронштадтской, будет этим гордиться. Живя вот в такой суете будней и не задумываясь вот так глубоко о том, что вообще в нашей жизни происходит, о смысле, может быть, жизни, не анализируя каждый происходящий день, может быть, люди и не задумываются. Вообще, я считаю, что батюшка Иоанн молится о каждом человеке, который живет в Суре, и вот моя, наверное, судьба, мой жизненный путь – пример тому, потому что я такой же, как и все человек. И вот меня как-то батюшка так и к вере привел, и замечательным человеком познакомил. Я считаю, что это все только по его молитвам. Субтитры подогнал «Симон» В одной из своих дневниковых записей отец Иоанн Кронштадтский говорит о том, что душа человека святой жизни невидима для мира физического, сияет отраженным светом мира небесного. И даже смерть святого не гасит таинственных отствий небес на земле. И для этого света преображения нет преград ни географических, ни расовых, ни политических. Аллилуйя Вселенная Слава отца Иоанна Кронштадтского еще при его жизни перешагнула границы России. К нему обращались за духовной помощью люди разных вероисповеданий, живущие в разных уголках мира. Иудеи, католики, мусульмане, лютеране из Европы и Америки вступали с отцом Иоанном в переписку и даже приезжали в Россию, чтобы своими глазами увидеть кронштадтского пастыря. В начале 20 века уроженец села Сура приобрел репутацию всемирного феномена, личности вселенского масштаба, хотя сам он никогда не пересекал границы Российской империи. Америка. Что может связывать эту столь далекую от нас землю с русским святым, жившим более ста лет тому назад? Однако удивительным образом уже в новейшей истории Иоанн Кронштадтский оказался связанным с североамериканским континентом. Именно в Соединенных Штатах Америки в 1964 году, когда в Советской России само имя пастыря из Кронштадта было под запретом, русская зарубежная церковь, собравшая под свое крыло практически всю эмиграцию, причислила отца Иоанна к лику святых. Именно в Америке, в городе Ютика, появился первый в мире храм, посвященный Иоанну Кронштадтскому. Почему он до такой степени почитается за границей и не только среди русских? Я думаю, что это потому, что все чувствуют, что отец Иоанн Кронштадтский не только исторически святой, он действительно святой нашего времени. Мне кажется, что даже люди, которые с ним не соглашаются, все-таки чувствуют, что он свой человек, что он свой святой, что он до такой степени напоминает некоторых русских, которые до сих пор и встречаешь, что это отвернуться от отца Иоанна, это в принципе отвернуться от русского православия. Одной из целей нашего приезда в Америку была встреча с Надеждой Борисовной Киценко, профессором истории в университете города Олбани в штате Нью-Йорк. Она была одним из первых историков за рубежом, которая начала заниматься личностью отца Иоанна Кронштадтского. Надежда Киценко родилась в Америке, в семье русского священника. Ее родители покинули Советский Союз сразу после Второй мировой войны. Да, я родилась в Америке, я родилась на Бронксе. Дома у нас не было телевизора, дома у нас даже не было радио некоторое время. Родители говорили между собой по-русски, у них не было друзей, которые говорили бы по-английски. Когда я пошла в детский сад, я не знала, как говорить по-английски, как сказать «да», «нет», «пожалуйста» и прочее. Вообще наши родители очень спокойно относились к нашему будущему. То есть у них абсолютно не было этой эмигрантской мании, что надо учиться в каком-то университете, причем в хорошем. Как моя мама потом сказала много лет спустя, вообще я не понимаю, почему никто из вас не пошел работать на завод. То есть и надо было ей объяснить, что больше заводов нет в Америке. Мне было два года, скончался мой дедушка, которого я совсем не помню. И его хоронил мой отец на кладбище Новодиево. И я помню, что я подумала очень сильно, папа потерял своего папу. Как мне его жалко, что я бы сделала, если бы я потеряла папу. Я плачу, я страшну, душа утомилась в разлуке, я плачу, я страшну. Вышник из чая, вышник совокупляйся, и колесницу огненную столб садиловый. С ними, Христу Богу, молясь, они пристану во всех вас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. И же времена плодоносные дожди с небесе подая сущим на земле. И ныне приемлю мольбы рабов твоих. От всяких избавий нужды брат твой. Счедроты под моя истина на всех делях твоих. Тем же воды благослови и исходы. Дела исправим нас, рук наши. Я должна признаться, что я к нему не питала самую большую симпатию. И вообще, это интересно, потому что, как правило, все считают, что биографы волей-неволей влюбляются в своего предмета. Дело в том, что отец Иоанн, как любой святой, или более точно, как любой человек, который стремится к святости, абсолютно беспощадно относился к себе, к своим ляпсусам, к своим погрешностям. Так что он сам о себе отзывался в очень нелестном виде. Я должна сказать, что некоторые вещи и меня остановили, и тут это у меня была борьба, как историк. То есть, с одной стороны, это так интересно, так интересно, и так хотелось бы об этом написать. С другой стороны, то есть, вещи, которые были уж самые-самые, я не решилась. Я признаюсь откровенно. То есть, для меня, как бы, мерило было, сможет ли мой отец прочесть эту книгу или нет. Из дневника отца Иоанна Кронштадтского. Чрезвычайно грешный, изумительно странный, непостоянный и жалкий я человек. То я прельщаюсь красотой у лица и одежд, то отвращаюсь безобразия и нищеты, и чувствую какое-то озлобление к людям совершенно невинным, то жалею другим ничтожного дара, когда сам имею с преизбытком. Унываю тогда, когда следовало бы радоваться. Смеюсь тогда, когда нужно было бы плакать. Странный я, непостоянный, ветреный человек. Если бы я не знала, что он святой, какой он все-таки неприятный человек, какой он все-таки мизерный человек, ничтожный человек. Потом до меня дошло, что, к сожалению, только так можно достичь святости. То есть, надо так же беспощадно рассматривать все свои недостатки, даже самые якобы мелкие. Это так тяжело. Вообще, я должна сказать, что я очень стала любить Америку. Все говорят, как бы, о, это страна эмигрантов. Нет, не все здесь эмигранты. Есть много людей, которые себя чувствуют здесь очень уютно. Судьба городов и судьба людей иногда оказываются переплетены самым поразительным образом. В Нью-Йорке, этом новом Вавилоне, в самом сердце города на Манхэттене, в особняке на парк Авеню, принадлежащем Синоду Русской Зарубежной Церкви, в октябре 1964 года состоялось торжественное богослужение, на котором протеерея Иоанна Ильича Сергиева впервые провозгласили святым. Это был спорный вопрос в эмиграции. Не факт того, был ли отец Иоанн Кронштадтский святым или нет, это всем было ясно. Но имеем ли мы право на такой шаг пойти? То есть до какой степени мы церковь, до какой степени можем мы на себя брать такое решение? И потом действительно решили, что если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Иоанн Кронштадтский святым Иоанн Кронштадтский святым С Нью-Йорка мы отправились в американскую глубинку. Всего несколько часов дороги на машине, и перед нами открылась совершенно другая Америка. Здесь, неподалеку от маленького городка, Ричфилд Спрингс, живущего своей неспешной провинциальной жизнью, располагается один из духовных центров русской зарубежной церкви. Джорданвиль. Джорданвиль. Островок русской жизни в Америке. Здесь уже не одно десятилетие существует мужской монастырь, семинария и типография. Архимандрит Лука Мурянко. Настоятель свято-троицкого мужского монастыря. Он приехал в Джорданвиль в середине 70-х годов. В Советской России в то время отцы Ана Кронштадтского величали не иначе, как черносутенным монархистам, а в типографии Джорданвилля тысячными тиражами выходили его книги. Там невозможно было в России печатать, нет доступа. Поэтому очень усердно здесь и день, и ночь вообще печатали. Слышно было. Я лежал наверху, и ночью этот станок ба-бум, ба-бум, ба-бум. Все мои предки из Карпатской Руси приехали. 40 дней тому назад мы хоронили маму здесь, на Клопище, а папа уже скончался 7 лет тому назад и здесь лежит тоже. Папа занимался у него в городе Филидельфии это похоронное бюро. Он хоронил всех православных в этом городе. А мама, просто хозяйка, помогала ему. Вот так мы выросли и в русской церкви. Право Дня Кронштадтский в эмиграции очень почитали. Молились, и даже такие портреты существовали с иконами. просто такое отношение было как к святому всегда. Его слова, они очень доступны всем. Иногда бывают там глубокие, можно сказать, сложные, богословские мысли, но вот это его дневник и все. Каждый чувствует, что он тоже переживает с ним. Господи, имя Тебе любовь, не отвергни меня заблуждающегося человека. Имя Тебе сила, подкрепи меня изнемогающего и падающего. Имя Тебе свет, просвети мою душу, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе мир, умири метущуюся душу мою. Имя Тебе милость, не переставай миловать меня. А почему сейчас нету таких? Потому что мне заслужили. Отношение такое. Господь мог бы послать. И может пошлет? Действительно пошлет. Ну как по воле Божьей это все происходит? Не потому что, ну, как-то случайно. Нет, это действительно нужда была. Это голос. Он, конечно, говорил, «А что?» Ну, все равно пошли. Как хотят. Ну, сами знаете, это просто ужас. И его критиковали, осуждали. И это просто ужас подумать. Он прав. Совершенно прав. Он поддерживал царя. Он поддерживал вот этот строй. Правильно. Абсолютно правильно. Он понял. Абсолютно понял, что надо делать. И что происходит. Ну, поздно. Просто поздно. Не в мирное, а беспокойное и крамольное время мы живем. Время безначалия и безбожия. Время бессмысленного шатания умов. Для всех очевидно, что царство русское близко к падению. Большинство интеллигенций отпало от Бога. Вот отчего царство наше, занимающее шестую часть земли, колеблется от анархии и безбожия. Подобно библейским пророкам, последние годы своей жизни отец Иоанн Кронштадтский взывал к народной совести. Взывал к правителям России. Взывал к русской интеллигенции. Опомнитесь, остановитесь, покайтесь. Но его голос не был услышан. Великий пастырь ушел из земной жизни в 1908 году. Он не увидел своими глазами падения России. Но в своем сердце он пережил духовную катастрофу русской революции задолго до событий 1917 года. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА из дневника отца Иоанна Кронштадтского ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Но совершенно так же, несомненно, настанет весна общего воскресения всего рода человеческого, лежащего в истлении, в земной персти. Будет весна пробуждения и оживления для людей. Настанет всерадостнейшее лето жизни будущей, когда мы узрим Господа лицом к лицу. Когда свет Его воссияет нам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ